ПЕСНЯ 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 Поэтому я предлагаю вашему вниманию небольшой видеоролик про наш университет, а параллельно раздам информационные материалы, вы как раз тем временем посмотрите, и уже мы с вами поговорим более детально. Итак, вы посмотрели краткий видеоролик про наш университет. Это, конечно, можно говорить, говорить, еще раз говорить, много хорошего, прекрасного и по уровню профессорско-преподавательского состава науки в нашем университете, но все это вы сами увидите, если поступите в наш университет. А теперь самое главное, какие же у нас есть специальности и обучение, сроки обучения, условия приема и так далее и тому подобное. Специальности. Медицина. То есть мы помним, что с прошлого года у нас изменились специальности, то есть галлознания охраны здоровья и специальность теперь медицина. Она включает, вот раньше было ликувально справа, медпроф, медико-профилактическое дело, педиатрия, теперь медицина. Но в этом году в основу кабинета министров ввели дополнительную специальность педиатрия. Мы сейчас проходим лицензирование, поэтому у нас будет медицина и будет педиатрия отдельно. Следующее. Это стоматология. Стоматология всегда была обособлена и, соответственно, так и осталась. Есть данная специальность. Фармация. Фармация аналогична. Специальность фармации. Помимо дневной формы обучения, также заочная форма обучения присутствует, что удобно для тех, кто собирается идти работать и учиться одновременно. И новые специальности, которые у нас уже в принципе четвертый год, уже был выпуск. Это практическая психология и социальная помощь. Вот также капитры, которые я представляла. То есть есть такое направление, у нас также в университете присутствует. Что касается условий приема. Информационные материалы вы получили, соответственно, там, где такой красивый буклетик по формации, это требования ЗНО для тех, кто поступает на первый курс. Соответственно, школьники в основном поступают на первый курс, сдают ЗНО и, соответственно, подают уже документы в приемную комиссию. Что касается младших специалистов, то они на соответствующие специальности могут поступать на второй курс. Следовательно, но не все, те, кто заканчивает направление медсестринства, а это ликувальность справа, это сестринская справа, это акушерская справа, они могут поступить на второй курс на медицину. Те, кто по стоматологии, то есть это зубной техник, это гигиенист, они могут поступить на второй курс на стоматологию. Фармацевты могут поступить на второй курс на фармацию. Но для фармации есть еще буфер. То есть те, кто закончили лечебное дело, сестринское дело и акушерское дело, могут поступить также на фармацию, на второй курс. Вот тут вот, к сожалению, нет такой возможности для стоматологов и для лабораторной диагностики. А фармацевты могут поступить на лечебное курс? А вот нельзя. А вот нельзя. То есть на фармацию вы можете поступить, а вот фармацевту на лечебное дело, на второй курс нельзя. Я же говорю, на медицину только лечебное дело, сестринское дело и акушерское дело. То есть вот эти вот три специальности дают возможность поступать на медицину, на второй курс. Такие моменты. Что необходимо? Необходимо те, кто собирается идти на второй курс, они будут сдавать вступительный экзамен. Фаховое выпробование. Что из себя представляют? Те, кто по специальности лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, будут сдавать медицинскую биологию и медицинскую химию. То есть это фактически биология и химия. Программа и вопросы, задания есть на сайте университета в разделе «Допомога абитуриентам». Неважно, поступаете ли вы на медицину или на фармацию, если вы фельдшер, сестра или акушерка, вы будете сдавать биологию и химию. То есть по вашему типу. Фармацевты, которые идут на фармацию, будут сдавать фармхимию.